Десятки мелких АЗС в стране рискуют прекратить свою деятельность. Это связано с тем, что с 1 февраля они были обязаны заменить свои старые кассовые аппараты на новые. Однако проблема в том, утверждают некоторые владельцы заправок, что эти устройства несовместимы с топливораздаточными колонками. С другой стороны, Государственная налоговая инспекция напоминает, что у экономических агентов было более полугода, чтобы привести свою деятельность в соответствии с новыми правилами. Люди разворачиваются. Это уже вторая АЗС в Ханчештах, куда невозможно заехать. Клиентов не обслуживают, поэтому водителям приходится ехать в поисках дальше. Вчера несколько автозаправочных станций в Ханчештах прекратили свою деятельность. Георгий Мирон, владелец одной из заправок, утверждает, что больше не может подавать дизельное топливо и бензин из-за изменений, введенных Государственной налоговой службой. Мужчина говорит, что обязан заменить кассовый аппарат, которым он пользовался до сих пор, на новый из-за того, что он больше не соответствует требованиям. Мы не имеем права работать. Насколько времени? Не знаю, если так и будет дальше. Мы прекратим свою деятельность. Шестеро человек потеряли работу. Каждый месяц мы платим 50 тысяч налогов государству. Вот такая ситуация. Мужчина утверждает, что готов купить новый аппарат, но он не будет совместим с топливо-раздаточными колонками. Винит государство в том, что оно не поддерживает мелких производителей. Мы обратились в Государственную налоговую инспекцию. Они пожимают плечами. Мол, ничего не знают. Нам сказали, что мы не имеем права и все такое. Здесь вложены деньги. Это серьезно. Рабочее место на ЗС обходится нам в 20 тысяч евро. Государство не дало ни копейки, а палки в колеса вставляет. По данным налоговой, еще 7 месяцев назад было принято решение об исключении из единого реестра старых моделей, включенных в период с 1998 по 2005 годы. Таким образом, с 1 февраля на рынке будут работать кассовые аппараты. Не старше 2005 года до этого момента наблюдению подвергнутся 88 экономических агентов. 240 аппаратов должны быть заменены. Продолжение следует...